всем привет программа что узнала как вы заметили на моем канале давно не было жарких и провокационных репортажей и сегодня я приехала на премию войс это модный журнал где собрались серебряки стильные гламурные я пока еще никого не увидела но я предполагаю что они будут такими так вот тема моего сегодняшнего репортажа зима сейчас наступает холода и каждая звезда утепляется носит шубку интересно какую эко или из натуральных мехов поэтому я сегодня здесь для того чтобы открыть вам все секреты и так погнали выгляжу хорошо мне кажется я соблюла соблюдца блюдзула трескот пойдем никита привет как дела понимаешь мне сказали что я мартынову в лицо плюнула я говорю где вы оцените этот образ мне кажется ну просто понимаешь есть дизайнер собирают киркорова в принципе вот я тоже к нему обратилась да мне тоже нравится понимаешь а кому не нравится в принципе нравится напишите в комментариях репортер попкейк именно так идем дальше поговорили ой чибанов здрасте а можно с вами поболтать а теперь я знаю кто вы такой хочу лично познакомиться помните да я как-то ошибочку совершила маленького я видел этот видео мне кто-то присылал да да чибанов это кто не знаете чем я пошла дальше прошу прощения но не всех же я должна знать у меня программа таки называется что узнала алла поэтому вот я сегодня пишу на тему зимы посмотрите скоро холода да все мы утепляемся многие там носят курточки пуховики у вас какая верхняя одежда у я сегодня пришел вообще в такой жилетки значит утеплененькой а так я люблю носить кожаные куртки даже зимой могу в них выйти потому что начало как-то мне нравится если на машине они не трескаются от мороза у меня какие-то старые винтажные кожаные куртки они вообще не трескаются они только лучше становится со временем как меха например ну чтобы на поля да вы имеете ну как бы шубы соболя у меня нету жены имеются как относитесь к одежде что многие например против чтобы носили шубки то натуральный хороший вопрос я считаю что меда в нем более подробно покопаться чтобы вам ответить по разному бывает в этой жизни нельзя ставить конкретное табу спасибо вам огромное у вас хороший чем музыка спасибо идем дальше я знакомлю все кто пришел на эту премию а это новый корреспондент мус тв посмотрите крыше уже не очень новый спасибо спасибо уже не очень новый спасибо полгода тогда тогда старый корреспондент но молодо но молодо выглядящий красивый красивый как завод антон антон познакомьтесь антон а вот у меня сегодня тема как раз таки меха это натуральная а это это страус и не жалко было страус страус не пострадал их вычесывают обязательно для того чтобы у них были более свежие перья им это полезно более живых сняли ну красиво можете на мою камеру как-то повертеть сам я вообще против натуральных всех мехов хотя они у меня еще из прошлой жизни где-то есть он не погрызла пускай грызет она же тоже хавать хочешь а сегодня на вас было что вот на платье на платье на платье что мне было машина вот точно то мы прошлины выскочила из тепла и сюда искусственные тоже делают круто на самом деле надо идти в ногу со временем это очевидно а как относишься к натуральным у меня нет гардеробе ни шубы ни дубленки но я вполне себе нормально отношусь к их производству и ношению а я хочу к вам привет красавцы как настроение прекраснее теперь стала однозначно вообще я хочу брать интервью а вы мне тут микрофон тычет на это кросс 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 промо можно я буду задавать вам вопросы у вас или у ваших девушек есть гардеробе шубы или дубленки да и они не из животных если ты их следующим вопросом это хочешь спросить хочу нет конечно же он дешевле ты видела сколько стоят эти шубы новой трендовой но я скажу что дешевле соболя поймать его задушить и из него шубу сделать похоже искусственная но я не знаю ой а у вас натуральная вот это вот перо натуральное перо а мне жалко страус нет ты своей девушке когда-нибудь шубы дарил и не раз предлагал но ей вообще не нравится и не девушка уже жена вот кстати она справа да почему у нее нету шут она считает что это уже вчерашний день ты любишь шубы любит шубы любить нет почему я не люблю живой настоящий мех какая-то хорошая жена пуховичок подарил и все то есть я не понтуюсь витя честно сказала девушка это не то что я типа отмазываюсь не подарил слушать тебя есть шубы какие-нибудь из натуральных мехов я продала шубу что переехать в москву шесть лет назад она была натуральная за сколько девочки это моя мать она немножко она у меня уже не узнает она уже все перепутала нет вообще нет никогда даже не было вставляешь месяц кожаные куртки очень люблю кожаные куртки у меня есть такой пуховик на монохром я чисто я не знаю что там внутри это легко когда ты носишь и тепло самое главное зачем покупать во-первых в три дорога платить сумасшедшие деньги за там натурального песца да когда ты можешь купить офигенную шубу который будет теплая красивая офигенный по материалу да то есть чувствовать что это выглядеть дорого-богато но при этом еще и соответственно без всяких убийств и так ребята очень важная просьба я снимаю эксклюзив поэтому обязательно подписывайтесь сейчас на мой канал у главного редактора ru tv я уже узнала прошу бы ну а что думает директор телеканала music box давайте-ка узнаем я тут с богомоловым общалась ru tv да сейчас хочу у вас узнать ответ на самый главный вопрос у вас гардеробе есть шубы или дублен у меня есть шуба и дубленка лет десять назад мы в турции купили мне первый раз шубу я правда не знаю сойдется она сейчас на меня но она вроде так расклешоним песец или норка кто-то черная норка а вот вам не жалко животных а мне жалко но когда я тогда покупала я была еще молодая и мне казалось что есть если я куплю шубу то значит жизнь моя состоялась но мне кажется и для этого и выращивают чтобы делать из них шубы не-не-не-не никаких шуб почему нет я просто эту тему разговаривать сегодня со всеми мы очень сильно любим животных логично придерживаться искусственного материала он такой же теплый как и шума поэтому мне тоже нужен ответ на один вопрос на камера просто разрядилась как ты относишься к натуральным шумам и вы кстати тоже натуральная шуба хорошо но я думаю что это роскошь 90 вот так мнение такое тоже существует включи включи камера у нас все работает митя посмотрите сейчас да митя ты всегда красивый яс я стараюсь 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 у нас сегодня у нас сегодня репортаж не проработает лучший митс наверняка в твоем гардеробе есть шубы как не привет у меня было значит у меня была сегодня мысль против розовый шубе натуральный эко а натуральный еще вали крайности дарили как ты вообще относишься к эко шубом вот эко невидаль эко шуба эко кожа я с большин я симпатии отношусь а вот к натуральной шубке когда зверьков убивают видите такой вопрос не не для не для светской вечеринки но я уже приходят я я я выскажусь учитывая что на 100 процентов и 100 здесь люди едят мясо колбасу сосиски одеты в кожу и так далее все это не кашу бы носят ребят но это все половинчатые меры потому что если вы сели стейк и на и одели и кашу бу то это все вранье это все чепуха я считаю что если вы настолько последовательный тот то нужно от всего отказываться абсолютно от кожи от животного мяса от не знаю там птичьих перьев вообще от всего-сего что затрагивает чью-то жизнь это практически невозможно к сожалению сейчас я покажу вам известную модель подскажите пожалуйста вы убегаете уже с известной моделью поговорить а тут опять ты нет тебя неизвестная модель слушай на танк сейчас похолодание да и вот верхняя одежда у тебя какая вот и поверишь я пришел без нее я просто приехал вот так зимой зимой вот что ты носишь обычно мне если я гуляю просто по улице и так по делам то это конечно какой-нибудь удобный бомбер но а в целом это какой-нибудь пальто наверняка ее видели в клипе у димы билана я ей завидовала сейчас нет здравствуйте я на вас смотрю и все не решаясь подойти да вы такая красивая и богатая у вас наверняка в гардеробе знаете это такое относительное понятие но я думаю что в вашем гардеробе есть шубы да и кашу бы только это ой а почему вот знаете именно но уже наверное лет восемь может быть и больше как я отказалась именно от искусственного меха конечно кожаные сумки туфли присутствуют дубленки присутствуют но вот именно пушные зверьки которых именно исключительно ради красоты получается истребляют от этого меха я уже отказалась у меня был была одна такая лохматая розовая дикая шуба из ламы такое очень кудрявый длинный мех и куда она делась это шум она у меня висит в гардеробе я очень надеюсь что я ее пристрою куда-нибудь выставляете в инстаграм я уверена что кто-то но как-то вот на самом деле кажется блин вот не торговать своем инстаграме как они не с руки но и как бы не ну тогда можно подарить кому-то сейчас холода возможно да возможно вот какие меха соболины пошли смотри догоним девчонок в этих шубах сейчас идем пошли я хочу показать новая нейросеть да вы очень красивые но если вам сделают вот такую вот фотографию будете еще лучше смотри в этот видишь эту даму да вот а смотри раз два три оп видишь как фокус-мокус мне бы такой быть всегда напишите кстати в комментариях какая лучше фотография вот это вот этот смешной человек или вот это вот дама не хватает только шубы пока неизвестно какой эко или натуральный общем мы все собрались ждем интервью а филипп бедросович отвечает кому-то на смс ну короля можно и подождать как говорится я надеюсь что вы просмотрев мой репортаж сделали вывод какие все таки меха вам носить ну а я попрошу вас подписаться на мой канал поставить лайк потому что для меня это очень важно ну все пока пока я побежала дальше узнавать ваши что узнала алла подписаться и лайк ну наверно колокольчики там все вот эти дела вот это говорит корреспондент мус тв видите даже мус тв за меня сейчас вот так